Осенний переулок, скорее больше, сейчас напоминает весенний. Желто-зеленый дом, красиво благоустроенный двор. На этом месте практически нет напоминаний произошедшей трагедии. Два месяца назад здесь прогремел взрыв бытового газа, в результате которого погибли люди. Три верхних этажа десятиэтажного здания частично были разрушены. Теперь первый подъезд дома претерпел большие изменения. Верхние этажи частично были ликвидированы. С другой стороны, подъезды квартиру удалось сохранить на 8, 9 и 10 этажах. Газ запущен был в субботу, то есть уже бытовые приборы все подключены, то есть вполне можно нормально заезжать и жить обычной жизнью. Отопление в доме также функционирует. В эти дни собственники квартир, расположенных в первом подъезде, находятся на стадии заселения. Они перевозят мебель, благоустраивают свое жилье. Ремонт был произведен не только самого здания, но и в 35 квартирах. До этого люди в основном жили у родственников. Некоторые оставались в гостинице при Рязанском институте развития образования. Там до сих пор проживают люди. На сегодняшний день осталось пять человек, две семьи, которые планируют переехать тоже. Ну, просто не смогли, им нужно завести мебель, кое-какую мебель купить. Я думаю, что в самое ближайшее время уже все, кто пожелает, могут сюда вернуться в свои квартиры. Все коммуникации восстановлены, все инженерные системы работают. Проверили вентиляцию, электрика, восстановлена кровля, как положено. Все работы выполнены. Заменен лифт и допущен в эксплуатацию. Прочность дома не вызывает опасений. Те трещины, которые пугали жильцов, не влияют на несущую способность здания. Кроме того, были проведены работы по их ликвидации. В некоторых местах была произведена замена кирпичной кладки. Над седьмым этажом на месте разрушенных квартир появился технический этаж. Он утеплен и облицован. Сложно было работать при разборе завалов. Это, конечно, было один из самых тяжелых моментов, потому что опыта такого нет. Нужно было сохранить то, что здесь осталось после взрыва для того, чтобы меньше восстанавливать, оптимизировать завраты. Вторая сложность была, конечно, это в оказании помощи по ремонту квартир, потому что жильцы пережили стрессовое состояние и им все время казалось, что что-то не так. Но мы старались подходить индивидуально каждому человеку. Валерий Денискин живет на шестом этаже. Его квартира находилась под эпицентром взрыва. В результате трагедии комнаты и коридор оказались несколько раз залиты водой. Стекла на окнах были выбиты. Сейчас мужчина оказался вполне доволен ремонтом. В данный момент он занимается установкой мебели. Стоит сказать, что рядом с домом у жильцов появился настоящий оазис. Место, где могут отдохнуть дети и взрослые. Хорошая детская площадка, урны, место для парковки, хвойные деревья и двор, выложенный плиткой. Все преобразования, касающиеся ремонта дома и квартир, стали возможны благодаря средствам из резервного фонда областного бюджета. А дополнительным благоустройством при дворовой территории дома номер 4 занимался рязанский подрядчик на собственные средства.